Здравствуйте, дорогие художники, любители живописи! С вами Наталья Ширяева. Я вам сегодня хочу рассказать о своих последних работах. Покажу четыре новые картины, которые я написала после возвращения из Стамбула. Одна из них была начата в Стамбуле, я сделала там к ней подмалёвок. Хотя, в общем-то, не планировала в этой поездке совсем писать картины, но вот так получается, что, в принципе, на новом месте мне всегда очень-очень тянет творить. Вообще, путешествия меня очень стимулируют всегда к творчеству. И вот в который раз я убеждаюсь, что даже когда я не беру краски, всё равно мне приходится тогда как-то ориентироваться на месте и всё равно что-то покупать и творить, потому что просто вот от новых впечатлений у меня всегда очень, как бы, творческая энергия, как-то так вот всплеск появляется. С этой работы я и начну. Это работа с Провансом. Вот такая картина. Это холст, наклеенный на картон, размер 35 на 50. Картина эта была начата ещё в Стамбуле, в Турции, в путешествии. Я сделала там к ней подмалёвок, сделала к ней эскиз в фотошопе. Я обычно вот, ну, как необычно, иногда я делаю эскизы по картинам, которые пишу. Иногда я пишу просто вот как бы в творческом процессе, в творческом полёте, как бы, интуитивная живопись. Иногда делаю эскиз. Вот там я сделала эскиз и начала подмалёвок, акрилом, а потом, когда приехала в Россию, уже сделала полноценную картину маслом. Сейчас я покажу вот вам мазочки. Вот так вот, не знаю, как там оно отображается. Вот самой снимать, конечно, когда никто не помогает, не так удобно картины, как когда кто-то, допустим, помогает детально показать. Вот, ну, видно, что такие объёмные мазки. Интересно, что эта работа, вот она мне очень по колориту нравится самой. То есть она не очень, как бы, контрастная, но она такая очень тёплая, очень нежная, очень светлая. У неё очень много солнца. И даже вот лаванда, она не такая прям броская, а вот тоже как-то нежная, очень нежная гамма. При том, что довольно чистые, довольно яркие цвета. Я осталась вот именно гаммой довольна. Ну, в ярмарку я её повесила в магазин, но как-то на фото она как-то более контрастной, что ли, смотрится. Или я когда фотографию обрабатывала в фотошопе более контрастной, её сделала. В общем, почему-то вот я смотрю на фото, она как-то в жизни мягче, как-то нежнее. Вообще оттенки вот такие на нюансах как-то более ощутимые. Следующую работу я написала вот такую. Букет с белыми линиями. Очень такая вдохновенная работа, очень радостная. Интересно, вот она на арголите у меня написана в такой авторской технике, когда у меня такой мраморный фон за счёт именно эффекта впитываемости арголита. Такую технику в своё время я изобрела. Этот сам арголит, он у меня был загрунтован давно. Вот этот фон у меня был давно. Но это как бы не грунт, это был фон уже сделан маслом, масляной краской. И он долго стоял, получается, с прошлого лета или с прошлой осени. И вот мне как-то внезапно захотелось прямо написать работу. Это было вообще дело, как ни странно, вечером при искусственном свете я писала. Это редкость для меня, это скорее для меня исключение. Сейчас ещё покрупнее мозги покажу цветов. Это скорее для меня исключение, чем правило писать при верхнем свете. Это просто вот когда приспичивает, а дело уже ночью. Ну, это был вечер, на самом деле не ночь. И вот, как говорится, приспичило, захотелось просто живописи. Видимо, я просто истосковалась в этой поездке. Получается, с дорогой там 9 дней, что ли, она заняла. И мне очень тоскливо было без живописи, без масла, без мастихина. И вот я как сумасшедшая начала писать, как только вернулась домой. Это на работу написала вечером. На следующий день её повесила уже в магазин. И, по-моему, через два дня уже её у меня купили. То есть она уже продана. Она вот сейчас досыхает дома. Она будет отправлена на этой неделе. В принципе, уже она у меня подсохла. Вот. Это, значит, вторая работа моя была. А после приезда написано. После этого я написала такую небольшую, маленькую, небольшую картину. На арголите тоже у меня было... Загрунтован был арголит. Точнее, не загрунтован, был уже фон маслом готов. Он уже как бы был у меня, наверное, с прошлого ещё. С прошлой поездки в Крым осенней, в сентябре. Вот. И тоже как бы ждал своего часа под малючек. И вот такая родилась работа. Вообще сейчас я после возвращения из Таиланда пишу работы, некоторые изначально ориентирую на бюджетного покупателя. Мне нравится, что мои картины могут быть доступны, как бы, ну, человеку, скажем так, с любым кошельком. То есть есть картины более сложные и более дорогие. На холсте, на Таиланда, на подрамнике. Есть картины подешевле на арголите. Есть картины быстрые, которые, в принципе, может быть, для меня не очень труднозатратные, но при этом, как бы, вдохновения в них не меньше. И мне хочется их выставить подешевле, чтобы вот есть люди, поклонники моего творчества, которые там пишут мне на ярмарке, что, в принципе, некоторые просто ждут достаточно бюджетных работ, потому что нравится творчество, ну, как бы, им дороговато, получается, крупную, большую картину купить. Ну, вот, как раз для таких покупателей у меня есть ряд недорогих работ на арголите в основном, иногда даже бывают на холстах. Вот, хочу сказать, что я написала серию из недорогих работ на арголите между, как раз, возвращением из Таиланда и отъездом в Стамбул. Ну, четыре штучки, и, в принципе, все четыре штучки у меня уже продались. Вот, но был у меня период, когда я писала только недорогие, быстрые работы, но поняла, что в некоторых работах хочется зависнуть, на некоторых работах подольше, хочется подольше поработать над эскизом, хочется подольше зависнуть над самой работой, какие-то свои идеи выразить более сложные, которые требуют длительного, как бы, более длительного изложения. И эти работы, конечно, дешево уже не выставишь. То есть, в принципе, как бы, ну, бывают и очень быстрые работы, но очень яркие. Бывают работы, как бы, более длительные, более трудоемкие, и, естественно, они, как бы, дороже. Я их оставляю. Вот, ну, продаются, в принципе, и те, и те. И мне нравится, что, как бы, есть такой вот разброс. Потому что я наблюдаю, хожу по магазинам, люблю ходить по интернет-магазинам на ярмарке мастеров, художников. Некоторые люди, как бы, ну, среднюю цену ставят одинаково всегда на все работы. Ну, это может быть, как бы, их личный подход, личная политика. То есть, конечно, естественно, какие-то работы более, всегда более, как бы, яркие, более броские, какие-то работы более удачные, какие-то работы, может быть, менее удачные, менее, может быть, броские. Но люди ставят всегда одну и ту же цену. Естественно, так получается, что за эту цену выбирается всегда самое лучшее. А самое то, что может быть менее вдохновенное, менее удачное, оно остается художнику. Мне кажется, что художник, который хочет продаваться, должен быть гибким в вопросах цены. Я если вижу, что у меня картина, например, долго уже и не продается. Причем бывает даже работа, которая самой нравится, но вот как-то не очень востребованная. Я тогда, в принципе, стараюсь снизить цену и все-таки ее продать. Есть работы, которые изначально продавать не хочу. Сейчас я уже пришла к тому, чтобы скапливать какое-то количество работ, себе оставлять. Их оставлять сразу, либо как на заказ написать, либо как для примера. И уже какую-то базу картин, которые любимые мои, которые останутся со мной. Но я начала скапливать. Хотя вначале, конечно, я этого в принципе просто не делала. Мне настолько нравилось продавать картины. Я ощущала, что это поток. Что то, что приходит ко мне, оно как бы тут же уходит востребованно в мир. И это было классно, что не до этого ощущения застоя. Что там, когда пишешь в стол, как это называется. Ну и последняя работа по мотивам тайской зимовки. Вот такая картина. Называется «Теплый вечер в Таиланде». Ну вот, немножко специфическая, наверное, гана. Достаточно много такого коричневого. Но при том, что ощущается, что коричневого много, коричневый, ха-ха-ха, в этой картине я в принципе не использовала вообще коричневую краску. У меня ее нету в палитре, у меня нет ее в наборе моих красок. Вот коричневый у меня получается при смешивании фиолетового и желтого кадмия темного. Вот, но общий колорит вот такой коричневатый, очень теплый. Вот название, соответственно, «Теплый вечер в Таиланде». Это вот Северный Таиланд, место, где мы зимуем. Место, с которым у меня связано очень много теплых ощущений. И вот это название «Теплый вечер в Таиланде», он теплый даже не сколько по климату, сколько по тем душевным ощущениям, которые меня вызывает это место. Это картина, холст натянутый на подрамник, размер 30 на 40 сантиметров. Хочу сказать художникам новость, такую, которую я узнала сама. Может быть, пригодится информация. Раньше я рассказывала, было у меня видео, на чем можно писать картины маслом. И там я рассказывала подробно, где какие холсты можно подешевле купить, там арголиты, что как можно использовать флойдогрунтованного картона. Сейчас новая информация поступила. В офис маг, в офис маге появились хорошие наборы. Холст на подрамнике. Холст, конечно, тоненький, но они очень бюджетные, для начинающих очень выгодно. Если раньше были наборы, где было 5 холстов от размера 50 на 70, потом 40 на 50, 30 на 40 и 2 очень маленьких, вообще не ходовых размера. То есть сейчас появились наборы, они даже дешевле. Фирма Брауберг. Вот, я так понимаю, это на китайских мощностях, где-то производится, судя по цене. Там 4 холста, но очень хорошие размеры. Там размер 50 на 60, следующий 40 на 50, следующий 30 на 40 и самый маленький 35 на 25. Это как бы больше маленьких холстов, больше по размеру холст, чем тот, который маленький, вот в предыдущем наборе, про который рассказывала. Вот у нас в Воронеже случайно как бы был обнаружен такой набор. Мне размер, допустим, самый большой 50 на 70, я не очень люблю этот формат, и даже его вытянутость не очень мне нравится. Вот 50 на 60, мне кажется, он как бы более комфортным для меня. Вот, и мне прям вот случайно казалось, я Руслана попросила купить мне там, у меня сейчас заказы, купить для заказных работ холст, а он мне вот параллельно купил еще вот этот наборчик, но он думал, что это набор тот, который вот был, там где 50 на 70 самый большой холст привез. Я говорю, ой, слушай, это какой-то другой набор. Во-первых, тут 4 холста, во-вторых, размеры другие. И вот оказалось вот такой вот классный набор. Я довольна, и вот как бы информацией делюсь с вами. А у кого в городе есть офисмаг, имейте в виду. Вот такие вот наборчики есть для начинающих. Я считаю, что это прям как бы очень хороший вариант, что это не арголит, это именно холст, подрамники, ну, такой бюджетный вариант. Вот, вот такие вот новости у меня творческие. Интересный момент хочу рассказать, что всю зиму в Таиланде я писала красками, частично теми, которые я привезла с собой, упакованные в полиэтиленовую пленку для цветов, свои краски привычные. Моя в основном там Ладога была. И частично подкупала там. И вот, когда я приехала сюда, в Россию, у меня тут никаких красок не было. То есть я все вывезла, когда я уезжала. Вот, и пошла как бы заново купила себе набор красок. Оказалось, что краски все более жидкие, чем те, которым я вот зимой писала. То ли все-таки в этих кульках они подсыхали. Ну, как бы вот эти более, вот эта более жидкостность, она мне даже как бы понравилась. По крайней мере, белила, они вообще как бы более даже удобны, когда они более жидкие. Но это прям не настолько контрастно, разницу я ощутила. Вот. Но и помимо этого, еще и те краски, которые готовы в Таиланде, они тоже, видимо, были более густые. А может быть, может быть, они всегда были тут более жидкие. Просто я, как бы, там зимой писала вот на тех, которые у меня были в кулечках, и они подсыхали, не знаю. Но как-то у меня прям сразу ощутимо меньше усилий стало требоваться для того, чтобы мастихином работать, смешивать краски. То есть это удобнее в плане вот наведения цвета, но может быть, менее удобно в плане создания объемной фактуры, картины с самой маслом. Вот. Ну, вот так вот. Такая вот интересная специфика. Вообще, в Таиланде был один раз момент, когда я вообще не могла найти белила, обычные титановые. И местного производства не было в магазине, где я привыкла покупать. Были только импортные. И пришлось купить импортные. Они были прям заведомо дороже, чуть ли не разом в два. И было так обидно, приехав домой, увидеть, что тюбик просто высох, что так никто не брал, потому что, видимо, они намного дороже, чем тайские. Вот. И они провалялись там, видимо. И в итоге я их купила так неудачно. Белила стоили больше, по-моему, 500 рублей. Тюбик большой был. Там рубли как бы не 600. Там, наверное, даже и не 600, может, даже еще дороже. То есть прям большой тюбик был, 200 миллилитров. И вот он просто был в камень застывший. Я как-то чуть ли не всплакнула над этим. Потом Руслан мне в другом месте добыл более жидко-нормальное белила тайского производства. А потом он говорит, ну давай попробуем их размешаем. Вот я вот белила твердо. Я говорю, блин, ну это будет что-то такое жидкое, непонятное. В итоге, когда уже перед самым отъездом остались краски, я думаю, надо вот как-то дописать, что ли эти краски. Все равно пришлось часть красок как-то выбросить. Я не стала откладывать их. Но потом, думаю, все равно они там за год засохнут. Потом как бы буду я там, не буду, неизвестно. Ну и вот эти белила я в итоге очень таким волевым усилием размешивала в баночке с растительно-ульфинированным маслом. И все-таки я ими воспользовалась. Но не всеми, но половину где-то я смогла использовать. Но мне, конечно, размешивание... Даже, по-моему, не в баночке. Я, по-моему, типа как на палитре ножом их перемешивала с маслом. Но текстура, конечно, у них получилась такая структура жидковатая. Ну, хотя бы они высохли. Потому что я еще переживала, что до отъезда не успеют картины высохнуть с этими белилами. Нет, они высохли, все нормально. Но вот был такой облом с белилами. Это из тех вот заметок, которые я сейчас тут вот сделала по свежим, так сказать, следам. Вообще, как-то вот я в прошлом видео рассказывала, как я нашла в Стамбуле магазин для художников. И сейчас вспоминаю выбор там, какой был огромный материалов. Мне захотелось пожить в Стамбуле после этого. То есть там прям... Там два этажа... Нет, три этажа. На первом этаже только холсты. На втором этаже всякие материалы, ну, для такого рисования. Там всякие фломастеры, карандаши, акварель. А на третьем этаже масло и акрил. И очень много еще всяких заготовок всего для творчества. Разных там, для деклапажа, салфеток. Вообще суперклассный магазин. Нашла его просто по поиску. Товары для художников в Стамбуле. Мне казалось, что не очень далеко от того места, где мы жили. Вот. И, конечно, если когда-нибудь еще мне доведется поехать в Стамбул, если это будет на более какой-то длительный срок, что, в принципе, я не исключаю. Климат мне показалось там неплохой. Вот осенью, наверное, зимой, может быть, до января там даже, наверное, довольно тепло, может быть, градусов 20. Ну, в принципе, наверное, он на сочинский похож. И даже, как бы, Сочи даже более, по-моему, закрыт от северных вот этих холодных ветров. А с Стамбулом, получается, как бы он южнее, но он между двух морей, между Черным и где-то второе море. Не знаю, Адриатическое или Средиземное. Не очень хорошо у меня с географией. Вот. И, получается, север, он как бы не прикрыт горами. И оттуда вот чуть пришел циклон северный. Прям вот даже в марте стало очень холодно. Вот. Что если доведется там пожить, я, конечно, прям с удовольствием этот магазин еще раз посещу. Я с хозяином магазина разговаривала по-английски, когда там спрашивала цены, там спрашивала, где что находится. Было не совсем понятно расположение материалов в этом магазине. И поразило его в самое сердце, уходя, когда сказала ему спасибо большое по-турецки. Это очень долгих усилий требовало от меня выучить спасибо большое по-турецки. Очень сложная фраза. Ну, как бы, это в одном магазине продуктовом нас научил продавец. Он сказал, что это thank you very much, а по-турецки звучит teşekkür ederim. Вот. Ну, потом пришли еще в переводчике, послушали его переводчики, что это спасибо, а это, к нему, это DRM, это как большое. Вот. А Руслан еще слышал в этом, в транспорте, как парень, когда передавал деньги что-то за проезд, или куда-то что-то передавал, говорил tes, просто сокращенно. В общем, забавный такой язык, конечно, турецкий. И вот я, уходя из этого магазина, вдруг внезапно говорю, продавцу, tes security de rem. Он так расплылся в улыбке. Вообще не ожидал от меня, что после того, что я с ним пыталась по-английски. Наверное, надо было с ним вообще по-русски, может быть, общаться. Может быть, даже было бы проще, чем по-английски. Вот. Не знаю. Но я как-то в Турции не могла сообразить, что даже не пыталась по-русски ни с кем разговаривать, хотя, наверное, русский там частично кто-то знает. И, в принципе, русская речь на улицах часто слышна. И довольно много, я так понимаю, русских людей там просто вот на постоянке живут. Либо, может быть, они живут южнее, но там как-то перемещаются с тех мест, где они живут. В общем, быть в Турции, имейте в виду, что спасибо большое, это tes security de rem. Вот. Такая странная фраза, сложная для русского слуха, но, в принципе, её реально выучить. Так что, вот такие дела. Будьте на связи, будьте в творческом процессе. Желаю вам солнечного настроения весеннего. На суше я в лесу. Я видела, подснежники вылезли. Это так здорово. Первые цветочки. Хотя, щекой, где снег лежит, но уже вот они там стоят с бутончиками. Ну всё, всего доброго. Пока. Частливо.